Басманный суд Москвы отправил под арест сенатора от Карачаева Черкесии Рауфа Арашукова. Задержан он был утром. На допрос его отвезли прямо из зала заседаний Совета Федерации. Среди предъявленных обвинений, причастность к убийствам и участие в преступной группировке по делу Арашукова, следователи и сотрудники ФСБ провели масштабные опыски сразу в нескольких городах, в том числе в Москве, Астрахани, Черкесске, Махачкале. А в Санкт-Петербурге задержали отца сенатора, которого подозревают в хищениях крупных объемов газа на десятки миллиардов рублей. Все подробности у Варвары Невской. Еще утром в шикарном костюме он на пленарном заседании в Совете Федерации. В этом же костюме, но уже вечером он в качестве обвиняемого. В минимум двух заказных убийств доставлен в Басманный суд Москвы. Этот синий микроавтобус Федеральной службы безопасности припарковался на территории Басманного суда примерно в 6 часов вечера. Но лишь через час в наручниках и в сопровождении сотрудников ФСБ из него вышел сенатор Рауф Арашуков. Он был спокоен, шел медленно, молча, но с его лица не сходила ухмылка. Никогда он заходил внутрь, никогда поднимался по лестнице, никогда встретился лицом к лицу с десятками телекамер, не даже когда зашел уже непосредственно внутрь зала заседаний, где избиралась его мера пресечения. В зале сенатор сидит не в клетке. Наручники сняты. Рядом двое адвокатов. За спиной сотрудники ФСБ. Свою вину Арашуков не признает. Почти сразу защитники просят суд провести заседание в закрытом режиме. Якобы в адрес сенатора уже поступают угрозы. Ходатайство удовлетворено. Вся пресса удаляется из зала. Несколько часов ожидания за закрытыми дверьми. И вот вердикт. Из братьев Венианова Арашукова, Раул Фараулыч, в меру пресечения в виде заключения по стражу установить срок содержания по страже Арашукова по настоящему уголовному делу на два месяца, то есть до 30 марта 2019 года. Адвокаты предлагали залог 10 миллионов рублей, но суд оказался непреклонен. В СИЗО Арашуков пробудет минимум два месяца. Его защита такому решению не рада. Говорят, будут обжаловать. Наши действия обжаловать судебный акт. Полагаем, что он незаконный. Задержание сенатора от Карачаева-Черкесии Арашукова проходило по лучшим сценариям остросюжетных боевиков прямо в зале заседаний Совета Федерации. Генпрокурор Юрий Чайко и глава следкома Александр Бастрыкин зачитывают постановление о задержании сенатора. О том, чья фамилия прозвучит в конце документа, помимо главведом, знает лишь председатель Совфеда. В зале гробовая тишина. Арашуков, понимая, что это по его душу, пытается покинуть помещение, но безуспешно. Валентина Матвиенко, не дрогнув, велит сенатору вернуться на место. Ему дадут возможность высказаться, но он будет хранить молчание. А потом и вовсе, уже после того, как Совфед лишит его неприкосновенности, на допросе в Следственном комитете скажет, что плохо говорит по-русски и потребует переводчика. По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения АДГ Хосе Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шибзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участие в преступном сообществе. Долгое время указанные убийства оставались нераскрытыми. Впоследствии, по личному указанию председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина, дело было передано в Москву опытным следователем Главного следственного управления. В результате удалось получить доказательство причастности Рауфа Арашукова к организации убийств. Рауль Арашуков подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. Шибзухов и Жуков были убиты еще в 2010 году. По информации источников, близких к следствию, на причастность Рауфа Арашукова в качестве заказчика этих убийств указал один из исполнителей. Обвинение впечатляет. Помимо убийств, здесь и организация преступного сообщества, и подделка документов, в том числе и тех, что помогли стать сенатором, а также воровство природного газа почти на 10 миллиардов рублей. Пока сына задерживали в Москве, отца сенатора Рауля Арашукова взяли в Санкт-Петербурге, прямо в здании «Газпрома». С 2011 года Арашуков-старший является советником генерального директора «Газпром-межрегионгаз». По версии следствия, на нем хищений природного газа на сумму не меньше 30 миллиардов рублей. Следствие по отцу и сыну ведется в семи регионах. Помимо Москвы и Петербурга, это Ставрополь, Махачкала, Невинномыск, Буденновск и Астрахань. В газовой столице на Волге сегодня тоже задерживают Арашукова, на этот раз Руслана, родственника уже известных фигурантов. Вы являетесь подозреваемым по объявленным вам уголовным делам. Вам необходимо познакомиться с постановлением производства обысков в вашем жилище. Задержание сенатора невероятно своевременно. Рауф Арашуков имеет вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно в Дубае по поддельному паспорту он планировал бежать от правосудия, но не успел. Правосудие оказалось быстрее. Варвара Невская, Александр Малышев, Игорь Никулин, Александр Руденко и Виталий Кармазин. Вести. Российские моряки, которые были захвачены пиратами в Гвинейском заливе в начале января, уже освобождены и вернулись на родину, заявили в МИДе. Состояние здоровья всех шестерых удовлетворительное. Речь идет об экипаже контейнеровоза «Манди», который стал жертвой атаки у берегов Нигерии. В плену оказались капитан Старпом, третий помощник Боцман, сварщик и повар. Среди остального экипажа никто не пострадал.